Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Моя родина исчезла с мировых карт 32 года назад Как огромное зеркало, империя в дребезги разлетелась на осколки разной величины Вместе с ней рухнули все ценности, символы и мифы Эти осколки отражали одну реальность с разных углов И контузии получил Севастополь Это было 8 мая 1944 года Последней святой коровой до сих пор оставалась Великая Отечественная война Встаешь, думаешь, Господи, ну это сон был, сон И глаза закрываю, и все ноги Этот дом, хата, сайка, лица Тяжело, тяжело, и это уж марта месяц Вот это наша печка была Я здесь сидел, пил чай, а он такой... Если бы мы были в подвале, надо бы так... Костей, лопатой быц Она растолкалась И все Что тогда немец в Киев вобил отца второго В ровно 4 часа нам объявили, что Киев вобил, иначе восхолнил Ну так, лето Лето, лето А это зима В общем, досталось Нашим батькам досталось А мы думали, что мы проживем Нет Идите Заги Зунд Благодарила старушка на едыше, со слезами на глазах Когда ей принесли гуманитарный паек Ком стоял у меня в горле Так говорила моя бабушка Собирая крошки хлеба со стола Вспоминая пережитый ею голод Я рос на рассказах о подвигах Военных фильмах и книгах Мне было немного грустно Что я не жил в то время И не совершил свой подвиг Я не думал, что при моей жизни придется стать свидетелем события Соотносимого по масштабу Во дворе церкви в Буче На моих глазах из братской могилы Один за одним вытаскивали тела Часть в мешках Часть замотанных в одеяло Мои глаза отказывались верить Этой жестокости и цинизму Для меня это стало личной войной Войной с реальностью С которой я не готов мириться Я решил снимать последнюю войну Используя первую технику фотографий Той, что впервые документально зафиксировали войну Крымскую войну В середине девятнадцатого столетия В Германии я купил форт-транзит Переоборудовав его в фотолабораторию Я в одиночку отправился в путь Через несколько границ к линии фронта А вот это, наверное, растяжка Нет, это не растяжка Это просто вот так пересипели Такая штука машины Думаю, что это растяжка А где это правда все? Это не растяжка Нету Я там уже лазил Я там нашел эту причастку Вот эта камера Как будто Как будто Как будто в Советском Союзе Еще раньше даже Сколько нам видел пленок Электроны? Нет Настоящие Настоящие Союзные Как поворачивать камеру? Вот так, нормально. Я вас предупредю. Прямо не дышал. Поехали. Убери руку от лица, да. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Все. А теперь прячьтесь, пока не накрыло. Пошли. Да, может быть. Нет, на телеске еще. Ну, нет у того дяди, который на телеске. У меня наша очередь. Пока. До свидания. Пока. Спасибо вам. Сейчас я клянусь у нас в камеру. Она порвала. Она порвала. Она порвала. Стой, Дэн. У меня забыл. Белый, поехали. Белый, давай. Давай, Белый. Цеха, цеха. Я приехал сюда из Израиля, говорил по-русски и снимал на странную камеру. Люди, которых я встречал и снимал, очень тепло принимали меня. Многие спрашивали, что привело меня сюда издалека, рискуя жизнью делать этот сложный проект. Я мог только сказать, что не могу оставаться в стороне. Они же доверяли мне и моей чудной камере. И были со мной заодно в эти длинные секунды экспозиции. Что сгореть? Что сгореть? Да, это оставшество запаха. Вчера Сгореть. Как и. Да, это не дуно так. Именно рекомендую. Bay, у меня. Белый. 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 Добрый день. Недобрый. Там людей нету? Да нет, все живые. Вроде нормально. Благодарю Богу. Там по ярцу прошло. В ту сторону. Возле моста, вот где лестница. Угу. 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 Ну, по сравнению с их, мы не ощущали, что у нас есть артисты. Нас просто ровняли. Ну, чтоб вот не струндеть, нас ровняли там. У меня ребята бросали мину, у меня перед глазами стоит. Идет разрыв. Разрыв. Мы думали, все. Расчет гайки. И дым начинает немножко клубиться, уже поднимается. И из разрыва вылетает мина. В шоке. И так было. Коптивно, да. Там три человека, ну то есть дается команда, там идет пехота. А разрыв где-то был как за окном. Да. Таким чудом. И причем еще с той стороны, где стоит миномет. То есть по идее, как бы, расход не должно было бы посечь. И пацаны успевают бросить мину. И только разрыв, и с разрывом. А что сейчас? Хорошая. А что это? Какая песня. О. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А как звать? Андрей. Андрей. Фриз. Все. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В Верхней Рогане, деревне за северными окраинами Харькова, мы погрузили труп российского солдата. Его тело лежало в пролезке. В нескольких десятках метров от сгоревшего БМП и руин деревенских домов. Тут уже все зазеленело. И поросль прикрывала начавший разлагаться безыменный труп. Вряд ли родные смогут найти его и предать земле. Они верно получили повестку. Пропал без вести. Его за ногу оттянули машиной на пару метров. Стандартная процедура. Проверка на мины. Потом черный пакет. Лучше не стоять по ветру. Двухсотый готов. Потом, пока прочесывали деревушку, Антон сказал мне, озвучивая мои собственные мысли, только на войне люди проявляют свои настоящие чувства и качества. Неподложные. Побывав там, ты хочешь вернуться. Чтоб вновь их прочувствовать. Заново. Пережить. Уже перестали считать дни с начала войны. Уже прошла эйфория после осенних побед. Кто-то, возвращаясь на пепелище, предоставленное сами себе. Снимайте наше освобождение России. Освободили от всего, чего стремились, добивались всю жизнь. Как сизив, вновь толкают тяжелый камень от подножия к вершине горы. Кто-то и сейчас утром не знает, доживет ли до вечера. Равняют бахмут с Мариуполем. Я не могу говорить без слез. Я на камере не могу говорить. Блаженная старушка подошла к нам с просьбой перевезти ей буржуйку на ту сторону реки. Она назвалась Пастухом Козы. Вели назвать ее Федоровны. Погрузив ее буржуйку и гуманитарные пайки, мы поехали искать переправу на ту сторону реки, где бои шли на соседних улицах. Она плакала и смеялась. Запой, читая стихи, рассказывала свою жизнь. Не в жизнь, чтобы быть в ладу, ты должен за год до срока уметь предчувствовать беду, когда она еще далека. Не всегда было ясно, понимает ли она, что происходит вокруг. Сама могу вязать, а сапожник без сапог. Я понимаю, что вот это не война, а учение. Подъехали к дому, я хочу пострелять, я хочу пострелять. Давайте по козам стрелять. А я говорю, хлопцы, чего с крыши поехала? Я поняла так, что это война как бы гибридная. Дали оружие, и они кир тут устроили. Вчера сказал мне папа, что я уже мужчина. Мужчины не боятся без мамы оставаться. Мужчина закаляется и сами одеваются. Мужчина очень гордый. Бабушка, давайте попробуем. Эти птичка, сейчас будет коррекция, они работают сейчас очень быстро. Повернешь влево, повернешь влево. Там будет коттедж такой. Сразу же здоровые ворота. Под ними встаешь, кто-то что-то спрашивает. Говорит, шрам разрешил? Порой ее рост в ресторане. Я слышал глубокую мудрость. Те, кто выбрали оставаться в осажденных городах, смогут уравновесить патриотический пыл. Свидетельствами о неприглядных сторонах войны. О, гражданские. Батя, выйдите, будь ласка. Какие вопросы могут быть? Как вам живете русская весна, а как вам живете? Как погано живете? А вам как живете? Как вам живете? А мы тут освобождаем свою землю. А мы ждем, когда вы освободите. Когда у нас светло вырубили, общественность поднималась. Просила, когда нам светло дадут. Нам ведь повели, на что мертвям светло. Ребята, а когда тебе херняк случится? Ёб твою мать! Я не верю, что фотография может остановить войну. Мне она дает возможность оправдать стремление ехать в гущу событий. Чтоб там, страдая, не сострадая, делать все, что в моих силах, и даже больше. Да, он горит еще один. Аккуратнее, чтоб не обрубилось. Перекрытие деревянное. Все, выходим, подъезд закрываем, чтоб не было подсоса. Задача будет. Сука, тут простреливается все нахуй. Нахуй, нахуй, поехали обратно. Медик. Я слышу. Быстро назад. Здравствуйте. С начала войны мне не подглядало ощущение бездействия официальных структур. Этот вакуум заполняли добровольцы. Это война для них отечественная. Они под огнем обеспечивают едой и медикаментами людей, чей дом стал линией фронта. Организовывает эвакуацию слабых и беспомощных. В Бахмуте теперь одно похоронное бюро. Одна машина, один водитель и четыре работника. Костя. 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 Сквозное повреждение неопределенной формы с неровными, вывернутыми наружу краями. 6 на 4 см. Кисти зажаты, напиши с наложением грунта. Глаза приоткрыты. Зрачки О-05, светло-коричневые, соединительные оболочки глаз. Бледный, бесковый излияние. Из отверстия носа выделяется жидкая темная кровь. На соседних столах в секционе лежали другие трупы гражданских. Погибших или умерших не от войны, от мирной жизни на войне. Особенно запомнилось тело мужчины средних лет с подтянутой спортивной фигурой и аккуратной стрижкой. Один работник сказал, что он сам наложил на себя руки. Может долги, может из-за женщины, может еще какой стресс. Кто знает, ведь война не все. Жизнь продолжается. Альбомы. 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 Продолжение следует...